Сегодня только что в девятый век нашей великой российской коммунистической партии участвовал в 15-летие я-вождя Владимира Ильича Ульянова Ленина. Конечно, в настоящие дни нет более громкого имени на земле. Это имя возбуждает страх и ненависть на эксплуататах, надежду и отвагу двухнеченцев. В передовой Англии, в обобравшем весь мир Америки, пролетарии, рабочие, трудящиеся смотрят на восток, на недавно еще столь отсталую Россию и восторженно слушают призывную, мудрую речь нашего вождя. А в глубине Азии, загнанной персидской простолюдии, замученной колонизаторами индус, Китайский Куль рассказывает своим детям, занирая от счастья чудную сказку действительности, поверь о победе бездных над белым царем, о зове правды в России. Трудовой мир называет теперь имя Ленина, как имя полководца, наставшей, наконец, последней дитя для освобождения. Пол века жизни, более четверти века революционного служения, ряд блестяшких научных трудов, ряд столетнувших весь мир побед, это его прошлое. Новые, окончательные победы над врагом, над разрухой, над бедностью, вот его будущее. Контрастный Кремль вольте мирной революции.